Здравствуйте, я занимаюсь сетевым бизнесом в партнерстве с NL International и мне хочется поглубже пойти в тему, которая посвящена нашим целевым аудиториям, то есть кому, почему и зачем может быть интересно наше бизнес-предложение. У меня на канале уже есть ролики, в которых я рассказываю о том, чем этот бизнес может быть полезен мамам, спортсменам и людям, которые работают в найме. Сегодня я хочу с вами поговорить о молодежи, опросила своих знакомых на тему, кто такие молодежь и оказалось, что это понятие очень широкое. Люди в 50 лет говорят, что я молод душой, я молодежь, а кто-то в 24 года утверждает, что он уже взрослый, умудренный опытом и в общем-то серьезный человек. Насколько я знаю, официально считается, что молодежь это где-то до 28, но в своем ролике я хочу сфокусироваться на более, скажем, молодой прослойке населения, поговорить о возрастной категории 18-24, то есть время, когда человек поступает в институт, учится в институте или заканчивает институт и начинает пробовать себя в качестве профессионала в какой-то отрасли. Итак, зачем этим людям, молодым и девушкам молодым бизнес, сетевой бизнес в партнерстве с ТНЛ Интернешнл, об этом сегодня мы говорим в этом ролике. И для начала я хочу отметить две особенности этой возрастной группы, которые я замечаю, когда у меня проходят с ними встречи. Первая особенность заключается в том, что они хотят всего и сразу и желательно вчера, ну то есть такой, знаете, как это называется, юношеский максимализм. Как реализуется эта особенность в нашем бизнесе? Есть такое понятие социальный лифт, и это не жестяная коробка между этажами здания. Вы знаете, наше общество по мнению социологов или каких-то ученых, в общем, оно делится на различные классы, то есть есть такой термин, называется социальная стратификация. Бедные, богатые, состоятельные и так далее. И в каждой подгруппе есть еще какие-то группы. Так вот, что, как, образно говоря, жили наши родители, и мои родители, и некоторые родители той молодежи, о которой я буду говорить. Школа, институт, карьера на каком-то, возможно, одном месте и у некоторых пенсия. То есть, знаете, такое запрограммированное, поэтапное переход с уровня на уровень. Это не социальный лифт. Социальный лифт – это когда ты можешь перескочить с одной ступени на другую, вернее перепрыгнуть несколько ступеней или этажей благодаря какой-то возможности. Вот сегодня там активная молодежь, особенно в крупных городах, о которых я говорю, она живет в концепции поиска возможностей социального лифта. То есть, они хотят быстро перейти на уровень предпринимателя, состоявшегося, стартапера и так далее. И это, в принципе, подчеркивается тем, что растет количество именно стартаперов, новых проектов, каворкингов, фрилансеров и огромная инфраструктура всяких тренингов, мастер-классов, связанных с этим. То есть, люди хотят быть, ездить на социальном лифте и писать свою историю по-новому, и инфраструктура под это подгоняет какие-то возможности. Но, когда мы берем возраст 18-24, если они хотят выйти в категорию предпринимательства, есть определенные, ну скажем, препятствия, которые у них есть. Препятствия номер раз, как правило, у этой возрастной аудитории, если у них нет богатых родителей, или каких-то покровителей, или спонсоров, или как-то, то, как правило, для стартапа нет денег. Ну, а привлекать деньги, я помню, как я привлекала деньги приблизительно в таком же возрасте на свой первый бизнес. У меня это получилось сделать лишь благодаря тому, что, даже не знаю, можно ли говорить об этом в ролике, ну короче, договорились мы, получилось нам взять кредит на развитие бизнеса, потому что мы там кое с кем договорились. То есть, просто так, вот так вот сходу, даже при наличии хорошей работы и белой зарплаты не получалось. Второе. У них нет навыков. Естественно, если человек учился в институте, теперь он решил стать предпринимателем, или там где-то состояться, как фрилансер. Откуда? Ну, то есть, естественно, он еще не успел наработать какие-то, причем не обязательно навык в его конкретной профессии. Есть же еще навык взаимодействия с людьми, переговоров, тайм-менеджмента, навык самомотивации. Дальше. Нет кейсов. То есть, ну, соответственно, если человек не реализовывал, то у него нет успешных примеров, да. Когда мы берем более опытного человека, у него за спиной стоит, я работал там-то, я делал то-то, я там дружил с теми-то, и, кстати, по поводу дружбы с кеми-то. Дружба с кем-то, команда единомышленников, группа людей, с которыми ты работал, социальные связи – это социальный капитал. Как правило, у молодежи, ну, не, скажем, у кого-то это есть, а у кого-то этого нет. И вот благодаря вот этим четырем проблемам получается, что их возможность самореализации, она достаточно ограничена. Конечно, кому-то помогают родители или кто-то дают ресурсы. Конечно, есть гении и окологении, которые, или очень социально активные, коммуникативные, то есть есть, грубо говоря, талантливые ребята, которые пробиваются, но когда они пробиваются, мы об этом слышим. Мы знаем эти фамилии, мы знаем эти холдинги, мы знаем эти тренинговые компании. У всех на слуху, в частности, например, бизнес-молодость, которая создавалась именно как, ну, как я вижу, как бизнес-инкубатор. Успех, несмотря на возраст. Ты молодой, ты хочешь реализоваться – приходи. Но даже в бизнес-молодости участие, когда я проходила там интенсив, стоимость участия была что-то в пределах 20-30 тысяч за какой-то курс. Соответственно, опять же, их же нужно где-то взять. Ну, и если ты, типа, не можешь где-то это взять, ну, значит, тебе пока не стоит, пока начать бизнес. Вот так. И вот, смотрите, есть человек, есть амбиции, есть желания, есть молодость, огонь, энергия, много всего есть. И есть бизнес NL International. Давайте посмотрим, как реализуются вот эти вещи в нашем бизнесе. Во-первых, в нашем бизнесе не нужны инвестиции. Проба продукта для того, чтобы убедиться в его качестве – это не является инвестицией. Потому что, ну, давайте по-честному, вы когда идете в кино, или вы покупаете бизнес-ланч, или вы покупаете шампунь, вы же не называете это инвестицией. Это проба. Ты поменял один магазин на другой, но в нашем магазине ты делаешь это на свой контракт и пробуешь, нравится или не нравится. Правда или неправда. Дальше. Нужен ли у нас опыт? Нет. Конечно, хорошо, если ты приходишь, имея опыт коммуникаций, переговоров, взаимодействия с людьми, еще чего-нибудь. Но у тебя здесь есть в любом случае система обучения, наставник и мои ролики. Соответственно, человек, который приходит, даже не имея вообще никакого представления об этом, но который желает научиться, он научится. Опыт ты получаешь в процессе делания этого бизнеса. И, кстати, это очень круто. В институтах рассказывают много теорий, но дают мало практики. Люди выходят кучу знаний, как их применить. В сетевом бизнесе ты получаешь знания и сразу его пробируешь. Буквально сегодня, вот сегодня, посмотрев ролик на тему работы с возражениями или нетворкинга, можно пойти и применить эти знания и получить свою конверсию. Завтра можно улучшить, а через полгода можно стать экспертом, который будет делать из 10 встреч 9 сделок. Станешь или нет, зависит от тебя, от того будешь ты делать или не будешь. Кейсов нет. В сетевом бизнесе без кейсов никуда не уедешь. Если ты делаешь сетевой бизнес, работаешь с командой, приглашаешь людей, если люди, скажем так, если ты будешь способствовать тому, чтобы люди зарабатывали деньги, неважно, пять тысяч или пятьдесят или пятьсот люди будут оставаться и у тебя автоматически появляются кейсы, как пример того, что ты результативен. И команда. Некоторые думают, что для того, чтобы состояться в сетевом, нужно приходить, имея какой-то глобальный список или команду. Нет. Конечно, если у тебя уже есть те люди, которые те самые, которые пойдут за тобой и так далее, это хорошо. Но если у тебя этого нет, и даже если у тебя нет списка, тебе на помощь приходят нетворкинг, социал медиа маркетинг, рекомендации, ну или в конце концов холодные контакты. Этому всему можно научиться, это элементарно. Тут, по сути, упирается все в было бы желание. И смотрите, на выходе человек, просто пробуя продукт, приобретая по ходу опыт, делая результаты людей, формируя свою команду, реально выходит на уровень богатства. Потому что, если студент зарабатывал десять, пятнадцать, двадцать тысяч, а через полгода или год начинает зарабатывать хотя бы сто и садится за руль мерседеса, это колоссальный разрыв. Покажите мне место, где двадцати двухлетний человек может вот без вот этого всего выйти на такой результат. Даже если вы мне его покажете, это будут единичные случаи, и скорее всего они будут упираться в то, что у человека опять же либо были какие-то связи, либо у него уже были какие-то навыки, либо ему кто-то дал денег. Такие примеры есть. В сетевом абсолютно неважно, куда ты приходишь, когда ты приходишь, с каким ты приходишь. Вопрос в том, как готов ты над собой работать. И все это было про одну особенность молодежи, про их желание здесь, сейчас, в идеале вчера, все сразу, много и так далее. Сетевой бизнес позволяет это сделать не здесь и сейчас и сразу, но гораздо быстрее, чем например в наемном труде это сто процентов. Но здесь есть еще один второй нюанс относительно молодежи, которые я вижу на встречах, когда я общаюсь с ними. И их желание, с одной стороны, быть индивидуальностями, не такими, как все. А с другой стороны, ну назовем это термином сбиваться в стаю или в стадо, смотря кто куда попал. Когда они работают группками. И получается, что в зависимости от того, из какой социальной группы приходит этот молодежь, мы видим две тенденции. Либо человек, встречаясь с сетевым, говорит, о ужас, ужас. И у него в его окружении принято считать, что сетевой это отстой. И что этим занимаются только непонятно кто. И здесь ничего нет. И это прям... Ребят, ничего личного. Но читая комментарии людей на своем канале на ютубе, я очень четко вижу вот эту сегментирующуюся группу молодежи, у которой на аватарке стоит непонятно что. Которые подписаны на каких-то там ребят, которые занимаются физической культурой. И которые приходят, и в 150 раз говорят одно и то же. От них те же стереотипы и штампы, и стерили, что это пирамида. Открой словарь и посмотри, что такое пирамида. Они говорят, что это плохой продукт. Посмотри на очереди в наших магазинах и пойми, что это неплохой продукт. Они говорят, что завышенная цена. Но при этом ничего не могут предложить как альтернативу по... да хотя бы даже дороже. Не могут предложить. Потому что аналогов нашему продукту на рынке нет. И люди, не будучи партнерами, готовы его покупать. А еще они утверждают, что все, кто занимается сетевым бизнесом, это тунеяцы, которые ничего не создают и просто облапошивают население. Хотя, по факту, делая миллионные обороты, мы создаем здоровых и богатых людей, которые на социальном лифте могут добраться туда, куда им хочется. И, конечно, этих комментаторов часто отличают переход на личности, матерные слова, обсуждение каких-то частей тела, дефектов речи и прочие вещи. Но не суть. Это просто некая социальная группа. Есть другая группа. Люди, которые, соприкасаясь с сетевым бизнесом, сейчас говорят, что это кайф-каф. И таких людей становится гораздо больше. И этих людей отличает три особенности. Во-первых, они вдумчиво подходят к этому вопросу. Потому что, ну, они не хотят вляпаться. И поэтому они хотят разобраться на фактах. Во-вторых, они умны, потому что они умеют сопоставлять факты и не кричать, ой, ужас, ужас, все пропало. И в-третьих, они прогрессивные. Потому что для реализации своих жизненных задач они используют новейшие инструменты. Ведь заниматься бизнесом NL International это не означает не учиться, не заниматься бизнесом или не проходить на работу. Этот бизнес легко совмещается со всеми аспектами другими твоей жизни и он просто может быть прекрасным дополнением и еще просто мощным инструментом, который ты плюсом к тому, что у тебя есть, к твоей работе, к твоему хобби, к твоему бизнесу, к твоим фрилансам, да к чему, к твоему спорту. Ты берешь его в руки и вдумчиво, осознанно, с головой используешь. И получаешь результат. Поэтому, если вы когда-то думали о том, что вы хотите от своей жизни большего, и от этого большего вас отделяют, например, мысли, что у вас нет денег, нет навыков, нет кейсов, нет каких-то тех самых людей, приходите в сетевой бизнес. Потому что здесь это все не нужно. Здесь нужно ваше желание и готовность работать. Естественно, речь не идет о том, что вы придете и кто-то сделает это за вас. Я предлагаю вам прийти в этот бизнес, в мою команду и сделать это вместе с нас, инструменты для вашего роста, с вас желаний. И не важно, сколько вам лет. Пишите по тем данным контактам, которые есть внизу этого ролика и присоединяйтесь в нашу команду. До встречи!